Но я разгадал секрет вкусной гватемальской еды, это должно быть много мяса, чем больше мяса, тем мне вкуснее кажется блюдо. Жить в Гватемале, это не только постоянно есть, жую кокос, ешь бананы, но смотрите как здесь сельское хозяйство. Так Мир, когда я тебя просил какое-то фруктовое дерево, я имел ввиду апельсинку, грейпфрут, Памела, твори добро на всей земле. Высота 1868 метров над уровнем моря и мы все едем-едем вверх. Я бы не против сейчас встретить дерево какое-нибудь фруктовое, Что за дерево? Ух, вот это да! Так, 2100. 543 метра набора высоты за 13 километров. Тот, кто понимает, тот, я думаю, поймет всю радость ситуации. 13 километров я проехал за полтора часа со скоростью 8.51. Ну это просто пару спусков было, я пару высоту сбрасывал. Вообще не понимаю, что за гадость растёт такая. Как вас достать-то? Ну ладно. О-о-о, не скатывайся! Вообще, что это за штука такая? Ну вот как выглядит дерево авокадо. Так. Или не зелёный? Вообще зеленоватый. Ну по вкусу он не кислит, не горчит. Именно вот авокадовский. Только авокадо обычно мы привыкли мягкий. А этот, как яблоко. Ну чё так. Вот никогда авокадо сильно не любил. Ещё зелёного сейчас поём ещё. Ещё меньше любить буду. Это не подъёмы. Это путь на Олимп, ёлки-палки. Серьёзно. И что интересно, иногда вот я зигзагом начинаю ехать для того, чтобы всё-таки двигаться вверх. Да, это удлиняет мой путь. Но это и упрощает его. В плане физики. Две двести двадцать. Давай, четыре двойки. Джекпот. Давай. Давай. Ребята, ставим ставки, лотерея. Четыре двоечки. И есть. Мы выиграли. Музыка. Слышишь. Музыка. 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 купаться в озере, вечером там такие грозы сверкают где-то за вулканами, тоже красиво, но я думаю, что я уже профессиональный путешественник и поэтому у меня есть ещё и обязательства и так как я до сих пор не могу отправить, я думаю уже точно 100 гигабайт видеофайлов и вот сегодня воскресенье, следующую пятницу, нету никаких материалов, есть, но они не на облаке, то я должен двигаться дальше. На высоте 2120 метров, ещё бездорожье, я вдруг увидел таких двух маленьких. Вы сосиску будете? Я, конечно, за естественный отбор, ребята, вам жить надо, будешь? Ух ты, молодец, всё-всё, сейчас пацаны накормлю вас, эй, чёрный, на, чёрный, белый, чёрный, кормил пацанам три сосиски или девкам, не знаю кто вы там, что, ещё вам что-то? Ребята, ага, вы, два замурыхи, ладно, а вы сушку поедите или нет? На, на тебе, яйцо это лучше, чем сосиска, да? И честно, думал, пообедаю сегодня с сосисками, если бы кто мне сказал, что мне отожмут сосиски вот такие два мелких, ну один, второй уже ушёл, два таких мелких комка шерсти, я бы не поверил, но высота, дорога, жара делают своё, доедай, а то он доедет, ну тут до города не далеко, так что я думаю, что они потом в город идут, пару километров до города осталось. А это церковь. А это церковь. А, евангелисты. 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 Итак, по латиноамерикански, латиносы, с музыкой класс, мне нравится, молодцы, доброжелательные, но мне ехать пора дальше. Красивый какой колокол, так, а мы тут всё та же и мексиканская еда. Вот, мы присаживаемся здесь и набираем себе кучу всяких салатиков, конечно же мы всё это разбавляем изначально лаймом, мы его себе возьмём, его здесь просто лимон называется, вот этого, ему очень нравится, остренькая. Так, немножко вот это. Есть. Лучок, лук лишним не бывает, свидание у меня не предвидится, поэтому можно. Ну и вот люди сюда аккуратненько накладывают, Тебе даже с меня хихикают, вот, а я вот так вот себе кушаю салата туда, всего. Ну а почему бы нет, если это всё включено. Вот, вот таки маленькие, но добродушные. 6 утра, я вылажу, тут такая радуга. Одна, одна. Вообще поставил палатку на тропинки в каких-то грядках. Интересно, вон чудак по деревам пришёл, утром. Работает у себя на огороде, ко мне даже не подходил. Мне это нравится. У меня тут какие-то кабаки растут. Ждал, когда думал, облака эти развеются, выйдет солнышко подсушить мою палатку, но видимо этому не быть. И конденсат, вот я сейчас вытираю, внутри больше, чем снаружи. Я видно горячее сильно много надышал. Один недостаток большой и главный, это вот кривой рельеф, я лежал криво боком. Поехали на кривой рельеф В таком виде В таком виде Игра Website В таком виде В таком виде В таком виде Игра надо срываю сорвать одну морковку какую-нибудь небольшую вот но красиво что было а ну давай-ка чтобы еще красивый кадр можно было сделать лукой ты там вросла она была блин как получилось так получилось нам не навредишь после тебя следующий кадр я так заявляю авторитетно морковка и в гвартемале морковка в принципе во всем мире так что если ты одесс если ты путешествуешь путешественники не приехал соседнего села чисто по наживиться или на продажу набрать на пару штучек любого урожая собираешь никто ничего не говорит я считаю что это прекрасное начало дня надо поставить лайк 5 ноября 2018 год сегодня у меня 24 день пути полторы тысячи километров пройдено на этом этапе сейчас я нахожусь в 20 километрах от гватемалы немножко график сбился у меня плюс минус должно выходить две тысячи сейчас почти догоню его вот последние эти горные этапы дни сбили мне сейчас предстоит около 20 километров спуска вон туда вот вниз это гватемала гватемала сити столица гватемалы страны до сегодня 24 дней не я не был еще ни у кого в гостях останавливался в гостиницах хостелах палатках на разных полях куда же сегодня утром на поле проснулся в гостях нет сейчас я еду в гости это первые мои гости будут надеюсь я увижу что-то такое очень оригинальная гватемальская сайт warm showers который для велопутешественников дело в том что да я еще воспользовался им чтобы попросить кого-то оставить на компьютере загрузку уже более 100 гигабайт видеоматериала для предстоящих серий на youtube канале вот он согласился говорит давай приезжай ко мне на самом деле их несколько человек мне ответила говорят приезжай но я вот к одному еду потому что у него на картинке фотография где он на велосипеде во всей снаряги поэтому я думаю коллега он меня поймёт и поддержит так и район походу попахивает каким-то благоприятным кучей решеток заборов и магазины тоже украина 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 you speak a spanyol my spanyol for me and where you from i'm from here the matter the matter this is my house if you wanna shower or bath we are with here with my family if you want one you are welcome wow gracias yes yes it's so nice but now i go to my friend okay oh no me go okay he's 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 a traveler by bike too okay i'm here from what the man yes but if i В гости с пустыми руками нельзя, поэтому что? Покупаем хотя бы эти. Что это за такой район, я не понял, мы так не договаривались. 40 метров. 40 метров? Да. Мой amigo Сергей. Сергей Оргольдов-Валдез. Просто номер паспорта. Украинский руслан Верин. Ну а что делать? Ага, он большой. Надо было у того чудака, у Алекса останавливаться. Было ближе и проще. Гватемала настолько опасная, что здесь даже районы такие под охраной. Я шучу, на самом деле не знаю, но вот ощущение до этого было. Это оно? Да, да, велики стоят всё. Везде позвонил, на всякий случай. Так, а где Серхио? Что за фигня, что за подстава. Сын. А тут сразу же пришёл, ещё не покупался, комнату не показали ничего, сразу накрыли на стол. Мини кабачки с фаршем внутри. Парфорованные кабачки ребята, вкусненько. Морковка. Морковка. Лук. Сальса. А сальса это как соус. И вот повезло мне, слушайте попасть так. Если тот ещё чудак пригласит на ужин традиционный, вообще будет огонь. Я за всю Гватемалу отдуюсь здесь. Вот и приехал тот человек, который меня приглашал, не непосредственно. Сегодня мне повезло, и значит повезло вам. Мало того, что я остановился выгрузить файлы у Сергио, так и ещё его сын оказался говорящим на русском языке. Привет. Привет всем. Так что да, сегодня позадаём пару вопросов. Мой испанский не позволяет узнать всю глубину Гватемалы? Меня зовут Кристиан Эдуардо Вальде Сантос. То есть всего четыре. Четыре. Два имени, два фамилии. Фамилия папы, другая фамилия мамы. У них здесь у всех так принято. В Гватемале или во всей Лутинской Америке? Все испанский говорящие. Ага. Я математик. Я физик тоже. Я учился физик в Гватемале. Да. Решил ехать в Россию изучать математику. Приехал в Москву не зная вообще языка, да? Да. Вообще не зная. Вот этот человек авантюрист. Какое самое любимое вкусное блюдо ты ел, когда был в наших краях? Этот борщ. Самая клевая еда. Очень нравится мне. Я люблю борщ с сметами. Со сметаной, да? Блин, очень вкусно. Просто можно есть всегда. Я тут приготовил борщ. Да? Учился, научил этот бабушке. И что? Ну получилось. Да? Да. О, кстати, знаешь, что я хотел спросить? Кто такие гринго? Гринго. Гринго этот вот американец, светлый волос как-то. Блондин. Да, блондин. Подожди, а если я американец, но с темным волосом, но и не Гринго? Ну, он типа обычный Гринго. Ты понимаешь, сложно понять откуда. Я понял, но из-за того, что я из Украины, я Гринго или нет? Но я блондин. Ну, ты не Гринго, но Гринго, понимаешь? Встречаю людей в деревнях много. Они подходят, говорят мне, акино Пелегроса, ну типа здесь не опасно. Да. Говорят, ну дальше опасно, и так все время. Еще, ну вот, короче, а где опасно, я так и не понял. Понимаешь, ватемалы, они очень опасны, там опасно, если ты, этот... Гринго. Не, если, понимаешь, если ты, как сказать, ходишь с людьми, которые этот... Над ковороны, типа... Ага, да, понял. Гангстеры типа. Да, ну их еще найти надо. Да, ну они, понимаешь, они... Сами не идут. Да. Они просто находятся в местах, где нет народа. Мало, понимаешь, наем. Ну да, им там, чтобы свой бизнес делать. Да. Но если ты там с ними, типа, дружишь, типа, то там это опасно. Но если нет, то все нормально. Все понял. Вот мы едем в ресторан, называется Какао. Да. Какао был очень... Там дело лазань из тортии. Ага. Ну понимаешь, слоя... Тортии это лаваш, да. Да. Но слои, как из тортии, короче. Очень, очень прикольно. Работа для этого. Все, мы идем в ресторан Какао. Какао, као, 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 као. Как прикольненько здесь. Я в этой футболке еще сегодня педали крутил, а сейчас иду в ресторан. Просто дома у них воду отключили. Всего по чуть. Да, всего чуть-чуть, да. У меня тамаринда. А у тебя? Просто... Тамаринда, из чего? Ранжевый этот сок. Из чего это? Тамаринда называется фрукт. Вкусно, мне нравится. Как будто бы сделали из винограда компот и он немножко начал вот подбраживать летом. А вот этот фрукт из которого тамариндо. Тамариндо. Из которого сделан мой компотик. Это хлеб, чтобы ты вот этот... Вот это обе, они острые. Острые. А этот, блин, масло. Что такое сальса? Сальса этот... Соус, да? Соус. Любой соус это сальса? Да. Даже кетчуп это сальса. Понял. Рассказывай, что где... Как называется? Дубляда. Энчилада. Чилерайено. И такос. Лаваш. Мясо. Да. А красное что? Блин. Из чего сделан это борщ? Буряк. Свекла. Да. Свекла. Я понял. А это? Это типа как... Вот. Тортира. Внутри есть мясо. На банановом листе, да? Да. Это как называется? Чилерайено. Что это такое? Мясо, да? Да. Мясо. Слушай, пахнет как-то классно. Эмпанада. Можно сказать так. Эмпанада? Да. Там вот тортия есть мясо внутри. Ну как? Ну тортия какая-то другая. Да. По-другому. Чем-то похожа на тушенку. Мясо. Вкусно. Вкусно, да? Вот это самое вкусное. Да. Очень вкусное. Наверное, потому что здесь есть буряк. Свекла. Да. Очень вкусное. Вот реально самое вкусное. Просто вкус такой, да? Именно. И мясо, и буряк. Ну, свекла дает какую-то кислиночку. И яйцо. И еще какой-то лист зеленый. Оказывается, в Гватемале. Вон какое разнообразие еды. Вот. Вот. Это суп. Называется апельпиантис. Типа национальная еда. Очень-очень. А рис куда класть? Можно туда. Смотри, вот суп сделан из разных перцев. Перец. Потом на блендере его. Высушили? Да. Высушили и на блендер. Понял, да. Из сухих перцев. А что, тебе понравилось? Да. А вот это что? Это тамал. Маленький тамал. А как его есть? Его же открывать надо. Да, можно открывать, да. Но тамала это кукурузная... Да, кукурузная. Мука, крупа. Да. Вкусно? И рис также, да? Да, рис также. Красиво. Да. И то же самое. Вкусно. И даже сытно. Поужинали. Очень поздно, но поужинали. Неожиданно так. Закончился первый вечер. Мой в Гватемале.